Братья мои, эту скромность, чьи семена находятся в наших сердцах, мы должны приумножать. Потому что в рай не зайдет тот, в чьем сердце было высокомерие даже с пылинку. Если мы хотим рай, мы должны полностью очистить сердце от высокомерия. На наличие высокомерия в сердце раба указывает то, что он не принимает истину. Разве пророк не дал нам определение высокомерия, сказав, и послушайте внимательно эти слова пророка да благословит его Аллах и приветствует, потому что некоторые из нас, возможно, страдают этой болезнью. И это одна из болезней лицемеров и иудеев, как об этом говорится в Коране. Мусульманин тоже может проявлять беспечность в этом вопросе, даже если в целом он праведный человек. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, у высокомерия есть два качества отрицание истины. Мы не принимаем истину, даже если нам предоставляют все долили, доказательства и объяснения, мы откажемся от них. Ему говорят, иди сюда, а он отвечает, нет. Аллах сказал о лицемерах. Гордыня — это неподчинение и непринятие истины. Непринятие истины, неподчинение истины. Человек не прислушивается к истине, потому что тот, кто сказал это, возможно, младше меня. Или он не из моего города. Возможно, это сказала женщина. Вот Умар Абн-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, встает на мимбар и начинает увещевать людей. Вдруг встает какая-то женщина и опровергает ответ Умара на вопрос, о котором он говорил. Вопрос махра для женщины. Женщина встала и начала делать опровержение Умару и напомнила ему об аяте. Он оказался лицом перед истиной и сказал, женщина была права, а Умар ошибся. И он тогда был халифом. Он стоял на мимбаре и призывал к Аллаху. И его раскатистый голос сотрясал тогда всю Медину. Несмотря на все это, простая женщина заставила его замолчать. Он оказался перед заповедями Аллаха и сказал, женщина была права, а Умар ошибся. Передайте это другим. И люди передавали эти слова, пока они не достигли нас. Умар ошибся, а какая-то женщина его поправляет. Женщина поправляет Умара и это не показалось ему стыдным. Он не стал проявлять высокомерие. Напротив, он объявил об этом в своей хутбе и сказал, чтобы присутствующие передали его слова другим. Женщина сказала правду, а Умар ошибся. Да, к характерным чертам высокомерного человека относится то, что он не принимает истину. Возможно, кого-то из нас братья увещевают, но они качают головой и ты видишь, как они надменно отворачиваются. Возможно, такому человеку скажут, побойся Аллаха. Какое ему будет за это воздаяние? Гордыня приводит в огонь, а скромность приводит тебя к Аллаху. Какой был самый первый грех? Из-за чего впервые произошло ослушание Аллаха? Из-за гордыни. Ангелам, и среди них находился Иблис, было сказано, поди тениц перед Адамом, и они полениц, все кроме Иблиса. Почему? Он сказал, я лучше его, ты создал меня из огня, а его создал из глины. А огонь это то, что может сделать из глины посуду. Я сильнее и лучше. Я из огня, а он из глины. Когда же он возгордился таким образом, каким был результат? Гордыня — это то, что сделала Иблиса проклятым. Гордыня — это то, что привело Иблиса к тому, что он будет в аду вечно. Гордыня. Потому что в ней кроется отказ от истины и неприятия истины. Мы не хотим идти на лекцию, не хотим слушать чьих-то советов, не хотим направлять наши сердца к какому-то проповеднику. Если им скажут, приходите на лекцию, они скажут, брат, этот человек младше меня, и я лучше его знаю религию. Если ему скажут, там-то и там-то будет исламский урок, он отреагирует. А кто дает этот урок? Этот человек не из нашего города, а мы хотим слушать кого-то, кто был бы из нашего города. Мы не ходим на уроки этих людей. Ему скажут, там проводится лекция. Он ответит, брат мой, мне не нравится стиль этого шейха. Он слишком строго разговаривает. Все-то у него грех. Все-то, по его мнению, неправильно. Правильный здесь только я. Он понимает только себя. Это один из признаков высокомерных горделивых людей. Бедный гордец. Скольких благ он лишился? Многих и многих благ. Мимо него проходят небольшие книги или брошюры, но он не читает их. Лекции, которые он не посещает, искренние советы, которых он не принимает, хутбы, которых он не слушает. Его жена дает ему какой-то совет, но он не обращает на нее никакого внимания. Его дети что-то говорят ему, а он лишь рычит на них. Сколько всего хорошего прошло мимо этого гордеца? О посланник Аллаха! А каково второе качество этих гордецов? Он сказал, пренебрежительное отношение к людям. Все эти люди для него ничего собой не представляют. Они для него как мухи. Он презирает создание Аллаха Аззаваджаль. Аллах создал их. А он выискивает в них недостатки. Или со стороны национальности, или за недостаточность знаний, или по причине их внешнего вида, или из-за их бедности. Он ищет то, что умолит до стоянства людей. Поэтому Ибн Таймия сказал, среди людей есть те, кто злословят о своих братьях-мусульманах. Но они хотят лишь подняться по их головам. То есть в основе он не ненавидит их, а просто хочет умолить их достоинства и найти недостатки этих людей, чтобы самому оказаться выше их. Поэтому некоторые мусульмане и мусульманки, если в течение их разговора кого-то начинают хвалить, они злятся. Это одно из свойств лицемера. Ему не нравится, когда кого-то хвалят. Если ему говорят, такой-то шейх, маша-аллах, пусть Аллах дарует пользу посредством его знаний, он сразу добавляет. Но у него такие-то и такие-то недостатки. Если ему скажут, какой мальчик, маша-аллах, такой молодой юноша, хафиз Корана, такой красивый голос, люди совершают намаз за ним. Он отвечает, брат, он слишком маленький, как его вообще можно ставить в качестве имама? Если ему скажут, есть одна женщина, которая занимается дабатом, он говорит, зато она, наверное, не исполняет права своего мужа. В каждом есть недостатки, у каждого он найдет ошибки. Нет в мире совершенного человека, кроме него одного. Это одно из качеств лицемеров. Аллах, табараку ва-та'але, сказал об обитателях огня. Они зашли в огонь по причине своего высокомерия. Гордецы будут одним из обитателей огня, да упасет нас Аллах от этого. Поэтому лечение и лекарство, братья мои и сестры, в том, что... Тебя одного мы молим о помощи. Тебя одного мы молим о помощи. Знай, что вся милость и достоинство принадлежит Аллаху. Знай, что вся милость принадлежит Аллаху. И все, что у тебя есть, это дар Аллаха Аззаваджаль. Аль-Мухаллеб зашел к Малику и Бен Динару и сказал ему. И послушайте этого ученого, чье сердце было заполнено словами. Тебе одному мы поклоняемся, и тебя одного мы просим о помощи. Он сказал ему. Знаешь ли ты, кто я? Он ответил, да, я тебя очень хорошо знаю. Он спросил, и кто я? Он ответил, твое начало – это противная капля. Потом ты носишь в себе экскременты, а твой конец – это грязный труп. Он ответил ему, да, ты точно описал мою истинную сущность. Ты хорошо меня знаешь. Один человек пришел к Гаруну Ар-Рашиду. Во время его власти, когда он восседал на своем троне. И Гарун очень много сделал для ислама, много принес пользы. И мы сейчас не пытаемся умолить его достоинства. Тем не менее, он сидел, и он был Гаруном Ар-Рашидом, который говорил, когда видел над собой тучи, проплывающие по небу дальше, не изливая на землю свою воду. Он говорил им, лейте свой дождь, где пожелаете. Все равно налог от вас вернется ко мне. Из-за того, насколько обширной была страна, которой он управлял. Несмотря на это, этот человек пришел, чтобы показать Гаруну, чего он стоит на самом деле. Он сказал ему, о Гарун, если бы ты был в пустыне и ощутил сильную жажду, и возжелал бы глоток воды. А я сказал бы тебе, я дам тебе воды, только если ты отдашь мне половину своего имущества. Ты отдал бы мне его? Он отвечал, да. Я спасу свою жизнь. Спасусь половиной своего имущества. Он сказал, о Гарун, если бы я дал тебе эту воду, и ты выпил ее, а затем захотел бы вывезти ее с помощью своей мочеводелительной системы, но не смог бы. И я сказал бы тебе, дай мне оставшуюся половину своего имущества, и я помогу тебе разрешиться от нее. Дал бы ты мне это? Он ответил, да. Человек сказал, тогда слушай, о Гарун, воистину твоя власть не стоит и глотка воды, и выхода этой воды из тела. Она ничто. И какой бы человек ни задумался о самом себе, он поймет, что он из себя ничего не представляет. Он ноль, если только Аллах ему не поможет. Поэтому, уважаемые мои братья, Ибн Акбас, доводя доволенным Аллахом и его отцом, очень боялся возгордиться. Люди постоянно посещали его, желая перенять от него знания или спросить какую-нибудь фатву. Затем в один из дней, один из этих посетителей наступил на обувь Ибн Акбаса. Ибн Акбас оттолкнул его и сказал, то, что вы наступаете на мою обувь, заводит меня в огонь. Когда вы так сильно окружаете меня, вы испытываете меня. Вы вносите фитну в мою веру, в мою религию. Как будто бы нет другого ученого, кроме меня. Как будто бы знания есть только у меня. Клянусь Аллахом. Какой бы вопрос я не узнал в религии Аллаха, я всегда желал, чтобы все обитатели земли узнали о нем раньше меня. Какой была его скромность. Но гордец не такой. Он хочет, чтобы все о чем-то узнали только после него. Возможно, он даже припрячет подальше некоторые свои знания и обнародует их только тогда, когда захочет подняться за их счет по чужим головам. Скромный человек принимает истину и соглашается с ней. Если он видит грешника, то чувствует скромность и призывает его к благу. Что же касается обладателя гонора, то он не примет истину. Даже если ему укажут на его ошибку. Если он окажется перед грешником, он начинает гордиться перед ним. И, возможно, сделает дуа против него, чтобы тот зашел в огонь и не спасся. Сегодня мы нуждаемся в том, чтобы посмотреть на наши сердца правдиво и искренне. Мы хотим быть правдивыми с Аллахом Аззаваджаль в наших сердцах. Почему? Потому что этот вопрос, это не просто лекция. И не урок. Это вопрос рая или ада. В рай не зайдет тот, в сердце которого было высокомерие, весом с пылинку. Я посмотрю на свое сердце. Являюсь ли я одним из гордецов? Или же я принимаю истину? Как я смотрю на людей? Как я отношусь к рабочим? Как я смотрю на грешников? Как я отношусь к своим двоюродным братьям и сестрам, которые не делают намаз? Как я смотрю на свою жену, на женщину? Как я отношусь к некоторым своим соседям, которые не делают фаджер-намаз в мечети Джамаатам? Как я отношусь к некоторым молодым людям, которые, как мы видим, надевают западную одежду? Как я смотрю на некоторых ученых, проповедников, реформаторов? Как я отношусь к тому, кто противоречил мне, и я обнаружил, что прав был я? Пойду ли я к нему завтра, чтобы объявить о своей победе? Или же я проявлю скромность? Аш-Шафия как-то раз поспорил с одним из своих учеников. Аш-Шафия сказал, ищи ты, и я тоже буду искать. Посмотри на эту скромность. Он сказал, ты иди и ищи ответ на вопрос. И я тоже пойду искать. Возможно, ты прав. Мы хотим, чтобы ученые и получающие шариатские знания студенты были такими же. Мы не хотим, чтобы ученые и студенты превозносились перед людьми. Мы одни на истине, а все остальные люди ошибаются. Вот Аш-Шафия проявляет скромность, говоря своему студенту. Пойди и поищи ответ на этот вопрос. И я тоже пойду и буду искать. Затем они встретились на следующий день. И Аш-Шафия поцеловал того ученика в голову. Он сказал, я обнаружил, что ты был прав. Ученик также поцеловал Аш-Шафия в голову и сказал, а я обнаружил, что прав был ты. Это был вопрос, в котором было разногласие. Было два мнения. Но посмотрите же на эту скромность. Вот имам Малик. Он преподавал людям. Имам Малик, имам Дар-Уль-Хиджри, имам в Медине. Сам халиф его боялся. Однажды пришел судья и спросил имама Малика об одном хадисе. И судья стоял, он даже не присел, потому что он торопился. Он ходил, решал проблемы людей, занимался судом. Имам Малик сказал, ты спрашиваешь меня о хадисе посланника Аллаха стоя? Где твой адаб? Он обратился к халифу, сказав, я хочу, чтобы этого судью высекли перед людьми в качестве воспитательной меры. Халиф отвечал, но это же судья. Он сказал, если ты не высечешь его, я покину Медину и оставлю ее на тебя. И судью схватили и высекли перед мечетью пророка, да благословит его Аллах и приветствует, с воспитательными целями. И вот этот имам Малик, к чьим словам прислушивался сам халиф. Халиф посоветовался с ним и сказал, давай возьмем твою книгу Аль-Муватта и сделаем ее общим источником для исламской уммы. Он же ответил, нет, ученые имеют разные мнения. Посмотри на его скромность. Это имам, о котором говорили, что он ходил босиком по Медине из уважения к пророку, саллиллаху алейху вассалям, и его могиле. Посмотрите на этого человека. Один из его учеников был Аллейф ибн Саад. Он организовал в мечети другой образовательный кружок. Хотя его имам и шейх присутствовал там. Ему сказали, что Аллейф ибн Саад начал обучать людей. И он обрадовался. Если бы он был высокомерным, он сказал бы, один из моих учеников, который и моего ногтя не стоит, которого я всему научил, соревнуется со мной в моих знаниях. Мало того, он отправил ему послание. Имам Малик скромно написал Аллейф ибн Сааду. Следующие слова. Наши с тобой разногласия происходят в тех вещах, которые касаются Ичтихада. И они никак не влияют на нашу дружбу. Мы остаемся братьями. Шейх говорит своему ученику, ты мой брат. А имам Абу Ханифа не называл своих учеников учениками, а говорил им «Мои товарищи». Он называл их своими товарищами. Где же эта скромность в наше время? Давайте закончим на серии нашего любимого пророка, саляллаху алейхи вассалям. Скромность, добросердечность, широта ума, алейхи саляту вассалям. И он пророк нашей уммы. Аллах поставил его перед выбором, хочет ли он быть рабом и пророком, или царем и пророком. И до него были пророки, которые были царями, как например Сулейман. И наш пророк, саляллаху алейхи вассалям, имел возможность выбрать это, но сказал, нет, я буду рабом и пророком. Какой же скромностью обладал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Что значит раб и пророк? Это значит, что люди будут изгонять его, ругать его. Они заставили его покинуть Мекку, причиняли ему страдания в Медине, сражались с ним, пытались его убить. Иудеи хотели разбить ему голову, но он не хотел вести людей посредством своей власти. Он хотел, чтобы люди зашли в религию Аллаха через милосердие. Саляллаху алейхи вассалям. Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, заходит. И он, Мухаммад ибн Абдуллах, из Курейша, это то, что касается племени, это крайне ясно. Что касается его отношений с Аллахом, то он лучший из пророков, самый благородный из посланников. Он предводитель всех пророков, предводитель всех посланников. Все они придут только после него, алейхи саляту вассалям. Вместе с этим он приходит, и человек испытывает перед ним благоговейный страх. А он говорит ему, нет, не бойся, не беспокойся. Воистину я всего лишь сын женщины, которая ела сушеное ломтиками мясо в Мекке. Я сын женщины, и эта женщина ела остатки еды, которые были в котле. Я не царь, чтобы брать палку и бить кого-то. Я всего лишь сын женщины, которая ела сушеное мясо в Мекке. Может ли сказать такое о себе какой-нибудь гордец? Нет. Так будь скромным, о раб Аллаха. Будь скромной, о раба Аллаха. Знайте, что ведение по прямому пути от Аллаха. Что все знания от Аллаха. Что тот, кто наставляет тебя на поклонение Ему, это Аллах. Тот, кто ввел тебя в его дом, это Аллах. Тот, кто заставил тебя полюбить благие собрания, это Аллах. И к знанию тебя приблизил Аллах. Так ступай скромно. Принимай истину, когда тебя призывают к ней. Будь скромен перед Аллахом. Приветствуй лучшего из созданий Аллаха. Не гнушайся признаваться в своем грехе. Не печалься, если люди обнаружат твою ошибку. И не пытайся придумывать себе оправдание, если совершишь ошибку. Напротив, признайся в том, что ошибся. Сделай это своим знаменем и девизом. И будь таким же скромным, каким был пророк. Да благословит его Аллах приветствует. Оттолкни от себя гордость и высокомерие. Ступай по прямому пути. Приближайся к Аллаху, аззаваджаль, и повторяй. Тебе одному мы поклоняемся, и тебя одного просим о помощи. И тому, кто будет уповать на Аллаха, этого будет достаточно. О Аллах, воистину, вся милость, это твоя милость. Вся щедрость, это твоя щедрость. Все благодеяния, это твои благодеяния. Если бы не ты, мы были бы одними из несправедливых и нечестивых. Клянусь Аллахом, он наш Господь. Мы говорим это не для того, чтобы нас услышали люди, а говорим это для тебя. Клянусь Аллахом, Господь наш, если бы ты не посмотрел на нас с милостью, мы бы были одними из самых порочных твоих созданий. Стали бы из худших твоих созданий в своем нраве и религии. О Аллах, ты оказал нам милость, наделил нас своими дарами и скрыл от людей наши недостатки. О Аллах, Господь наш, заполни наши сердца скромностью перед тобой. Заполни наши сердца покорностью перед тобой. О Аллах, сделай нас одними из тех, кто всю милость приписывает тебе. О Аллах, наш Господин и Господь, воистину мы, твои бедные рабы, грехи наши многочисленны. А если бы не твоя доброта, терпение, сокрытие наших грехов, твое прощение, мы бы погибли. О Аллах, воистину мы просим тебя заполнить наши сердца скромностью перед тобой и скромностью перед твоими созданиями. О Аллах, сохрани нас от гордыни перед грешниками. Сохрани нас от высокомерия по отношению к ученым. Убереги нас от высокомерия по отношению к истине и выслушиванию советов и увещеваний. Господь наш и Господин, очисти наши сердца от высокомерия. Сделай нас из числа твоих скромных работ и удали нас от дружбы с высокомерными людьми. Господь наш и Господин, мы просили тебя, так дороже это нам. Мы обратились к тебе с этой просьбой, так не лишай нас ответа на нее. О Аллах, наш Господь и Господин, направь нас к благочестию и богобоязненности и собери нас, наших родителей, супруг и потомство, в высшем Фердаусе. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада.